Вопросы демографии на повестке дня едва ли не первостепенны. Чтобы мотивировать молодые семьи рожать, власти придумывают меры поддержки. Только в нашем регионе таких проектов пять. Маленькому Диме полтора года с мамой он пришел в территориальное управление соцзащиты, чтобы узнать о праве получения ежемесячной выплаты по нацпроекту «Демография». По закону по 10 с лишним тысяч рублей в месяц получают родители детей, рожденных после 1 января 2018 года. До полутора лет. С 2020-го смогут получать до трех лет, если подтвердят, что средний душевой доход на каждого члена семьи ниже 23 тысяч рублей. Доход складывается от зарплаты мужа. И от государства мы получали 16 тысяч. Это как ребенку полтора года уже. Но у нас порадовала новость, что с 1 января 2020 года продлевают до трех лет. Это для нас очень значимо. Выплату получали больше тысячи семей. Выплат для родителей достаточно много. Узнать о них можно в органах соцзащиты. Принести с собой нужно небольшой пакет документов, остальное оформят на месте. У нас в городе получателями мер социальной поддержки при рождении на первого ребенка явилось 1635 семей. При рождении на третьего и последующих детей это более 1300 семей. И 363 семьи у нас воспользовались пособием до полутора лет по уходу. Дали региональным студенческим капиталом. 21 семья воспользовалась. Одна семья воспользовалась средствами на улучшение жилищных условий. Это вот 108 тысяч. Бухгалтер в декрете Ольга – многодетная мама. Семейный бюджет вести умеет на отлично. Пока старший сын в школе, а двое других – шести и двух лет в детском саду – воспитывает младшего сыну Гришу. Ему полгода. И кошку Стешу. Мы получаем на третьего и четвертого ребенка выплаты в размере 10 тысяч на каждого до трех лет. Компенсацию на оплату коммунальных услуг получаем в размере 30%. Кстати, мы стоим на очереди на получение жилищных условий, на улучшение жилищных условий и на получение земельного участка. Также получаем продуктовый набор от соцзащиты, получаем компенсацию за детский сад и льготу в школе. Все это, в принципе, помогает нам очень. Семья считает, если государство дает, надо брать. На средства материнского капитала погасили ипотеку. Есть планы и на земельный участок. Ольга отмечает, много времени в соцзащите проводить не нужно, очередей не бывает. Для многодетных экономия времени – это очень важно. За 9 месяцев текущего года мерами поддержки воспользовались 3200 семей на 250 миллионов средств из бюджетов разных уровней. Продукты, одежда, да как у всех. От старших к маленьким переходит одежда. Я не скажу, что это очень сложно. Вообще, я всем советую рожать больше детей.